Доброе время суток! Вас приветствует команда Нанда Кейкпринт и Ёлия Нанда. Сегодня я расскажу вам о том, что такое сахарная бумага, сахарные листы, как они себя ведут, что с ними делать. Мы используем сахарную бумагу немецкого производителя, так же как и вафельную. Сахарная бумага, каждый листик закреплен на вот такой вот прозрачной пищевой пленочке. Она мягкая, в отличие от вафли, она не ломается, ее можно скручивать, немножко деформировать, тем не менее она вернется в свое исходное положение. Как хранить сахарную бумагу? Сахарные листы хранить нужно в файлике, тогда они долго сохранят свою мягкость, не будут ссыхаться. Главное плотненько в файлике, не в влажном месте. Отрывать нужно отделять от пленки очень аккуратненько, как видите, у меня краешек порвался, поэтому вы поддеваете крайнюю линию и потом начинаете непосредственно отрывать пленку эту прозрачную, и потом можно использовать для изготовления шоколадных декоров на кексы, на тортики. Вырезать сахарную бумагу можно как скальпелем, так и ножничками. Если вы вырезаете скальпелем, то вы сразу вырезаете, не подрывая бумагу от пленки. А если ножничками вырезаете, маникюрными ножничками, маленькие фигурные объекты, и прямыми ножницами можете обычными вырезать, какие-нибудь прямые, или там большой круг на торт, так будет удобнее. То, если ножницами, то вы отрываете вначале изображение, бумагу сахарную с изображением от пленки, и только после этого вырезаете. Так удобнее, потому что ножницы плохо режут эту пленку, пленка пищевая, она достаточно плотная и может съехать, вы можете косо отрезать, отрезать лишнюю часть какую-нибудь, как бы зачем вам такие проблемы. Вот, видите, она немножко тоже вот крыхкая, ломается, так что будьте аккуратны. Ну, как не ломается, она может надорваться, то есть она не настолько плотная, она тоненькая, нижненькая, поэтому все равно будьте аккуратненькие. Изображение печати. Вы спрашиваете, что лучше, сахарная или вафельная? Это лично на ваш выбор, ну, на сахаре, да. За счет своей плотности, за счет своей, вот, видите, фактуры, она больше похожа на мастику, тонко раскатанную мастику. И за счет этого у нее такая чуть-чуть глянцевая поверхность, и краска при печати ложится ровно, цвета сочные и яркие. Если у вас фотография людей, лиц, портреты, то, конечно, лучше раскошелиться и купить сахарный лист. Так будет лучше, вы не пожалеете. Аккуратненько нужно вырезать, кстати, хочу заметить, что вот так вот ручками, ну, вот в перчатках, там, на видео видно, что чуть-чуть краски остается, поэтому вырезайте аккуратненько, красочка может отпечатываться, и вы вот с черного, там, синенького, да, как у нас на бабочке, можно потом пальцем перенести на белое, вы немножко подвыможете, поэтому будьте аккуратны, следите, и все у вас получится. Почему выбирают сахарную бумагу часто? Ее можно сразу ложить на крем, то есть сразу на тортик, только будьте внимательны, потому что крем лучше все-таки использовать плотный, такие, как масляный, такие, как крем-сыр с сахарной пудрой, потому что они тогда не будут изображения размокать и пупыршиться. Вот, сейчас я вам покажу маленький мастер-класс с печенюшкой на палочке. Это печенька рошен, сэндвич, в середине с мягеньким кремовой прослойкой. Мы туда вставляем палочку, как для мороженого, только тоненькую. Такие палочки можно купить в любом отделе супермаркета, там, где одноразовая праздничная посуда, скатерти, свечи, всякие там открытки, упаковочная бумажка, обычно в супермаркетах такое есть. Декор гелем кондитерским вы приклеиваете. Пабочку получается вот такая вот печенюшка на палочке. Можете порадовать дома своих малышей. Из того, что у вас, может быть, останется при печати изображения на ваши заказные тортики, можете уделить внимание своим малышам, родным, близким. Им будет приятно, смотрите, симпатично. Если еще остались какие-то вопросы, пишите, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание. С вами была команда Ананда Кейк Принт и ее дизайнер Юлия Ананда.